Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 12 ноября. Житие блаженного Иоанна Власатого, ростовского чудотворца. Блаженный Иоанн жил в городе Ростове во дне царя Ивана Васильевича Грозного. Откуда он был родом, неизвестно. В Ростове он жил в образе юродивого Христа ради, не имел постоянного пристанища, и только иногда заходил для отдыха к одной благочестивой вдове или к своему духовному отцу, Всехсвятскому священнику Петру. В одни его находился в Ростове и беседовал с ним, как и знаменитым Борисоглебским подвижником, Святым Иринархом, блаженный и родивый Иоанн по прозванию Большой Колпак, ушедший потом в Москву и погребенный здесь у покрова на рву. Блаженный Иоанн Ростовский всегда носил с собой и читал пергаментную книгу «Псалтирь» на латинском языке, неизвестно когда и где он изучил сей язык. Кончина Блаженного Иоанна последовала 3 сентября 1580 года. Тело его заботами упомянутой благочестивой вдовы и духовного отца его священника Петра погребено было подле церкви Святого Власия за алтарем. Погребение сопровождалось знамениями, поднялась сильная буря, засверкали молнии и загремел гром. По представлению Блаженного многие стали приходить ко гробу его, пели в церкви молебны Господу Богу Пресвятой Богородице и Пресечи Иоанну, просили светить воду и пили ее, смешивая с песком от гробницы Блаженного Иоанна. Иные мазали ей свое болящее тело и по своей вере получали исцеление от различных болезней. Слыша о чудесах при гробе Блаженного Иоанна, ростовский митрополит Кирилл, удрученный старостью и пораженный так тяжкой болезнью, не владея рукой и ногою, повелел нести себя во властевскую церковь к образу Святого Иоанна и ко гробу Блаженного Иоанна Власатого. Во время молебна при чтении Святого Евангелия больной святитель сразу почувствовал исцеление от болезни, стал владеть рукою, так что получил возможность вновь священно действовать и править ростовской митрополией, и прожил еще год и пять месяцев. Исцеление митрополита Кирилла относится к 1618 году. При гробе Блаженного Иоанна совершалось много чудесных исцелений с верою притекавших больных. Чудеса эти записывались, и о них сообщалось старю Михаилу Федоровичу. А одним благочестивым купцом, видевшим над собою и над домом своей милость Божию и многие исцеления, над гробом Блаженного поставлена была церковь. В настоящее время мощь Блаженного Иоанна почивает под спудом. При гробнице издавна находится большой кипарисный крест Блаженного и пергаментно. Псалтырь, писанная красивым готическим письмом. В одной из записей в рукописи значится, что святитель Дмитрий Ростовский, обозревая по вступлению на ростовскую митрополию в 1702 году Ростовские храмы, остановил свое внимание на сей псалтыре, заметил ее ветхость, повелел вновь переплести и хранить по-прежнему на гробе Блаженного. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok